В последнее время Кизару невероятно активизировался и начал конфликтовать не только с рэперами, но и с блогерами. Нет, мы сейчас говорим не про Моргенштерна, конфликт с которым и так всем очевиден. В этот раз под раздачу побал никто иной, как Артём Тарасов, с которым Кизару вроде бы даже дружил. Но не только Кизару сцепился с блогером, также в конфликт влез Леван Горозе, но уже не с Тарасовым, а с Варламовым. Но обо всём по порядку, с вами канал Убивая БПМ, мы начинаем. Поехали! Моргенштерна, ты слишком много, поэтому, приезжай, выйдем с тобой раз на раз, пиши ему адрес, пыль, город Москва, Сиреневый Бульвар! Да-да, вам не послышалось, Люцифер вызвал Моргенштерна раз на раз и даже спалил свой адрес. Кто помнит, недавно мы осветили инфу о том, что Люцифер, судя по слухам, родной брат Тикаши Сикс Найна. Который в 2005 году переехал из Бруклина в Россию. Люцифер уж очень недолюбливает нынешнюю индустрию, а точнее продажность и обман со стороны рэперов и блогеров. Я послушал его треки, посмотрел клипы и понял, что Люцифер жестит не меньше 69-го. Мы связались с Люцифером и он нам рассказал, что после того, как он спалил свой адрес, за ним ведется слежка. Ссылку на клип, в котором Люцифер вызывает Моргенштерна, я оставил в описании. Обязательно переходите, ведь этот трэш должен увидеть каждый. Я в шоке, ребят, а что думаете вы? Кизарю и Артема Тарасова связывают интервью. Блогер тогда приезжал в Барселону с целью его общаться с Олегом и узнать его мнение по поводу многих вещей. Легко вычислили по IP-адресу, по контакту. Просто я сидел в контакте со своего IP дома в интернете. Артем Тарасов сгонял в Барселону и записал интервью на диване у рэпера Кизару. Самое сильное в этом ролике предельно серьезное выражение лица Олега. Кажется, что он тщательно подбирает слова. Несмотря ни на что, у ребят вышло довольно много совместных роликов. Но что же произошло между ними потом? Кизару написал в твиттере следующее «Все блогеры, абсолютно все, даже мои знакомые, сосите огромную шляпу и снимайте дальше свою никчемную фигню. И, конечно, не забывайте про ваши ставки. Вы по жизни можете обмануть только слабых людей, которые нуждаются в финансах. Попробуйте что-то посложнее». После этого пользователи Инстаграма отметили, что Олег отписался от Тарасова. Кстати, твида в официальном аккаунте Кизару больше нет. О каких ставках говорит Олег? Для этого нужно разобраться, кто такой Артём Тарасов. Артём Тарасов – известный блогер на Ютьюбе в теме ММА, организатор многих боёв по различным видам единоборств. Начинал свои первые нормальные деньги зарабатывать на организации боёв. Основной доход появился, когда стал организовывать любительские бои взрослых и детей. Именно не профессиональные, а любительские. Организовал около тысячи боёв. Максимальный заработок был 500 тысяч рублей. Это был профессиональный турнир со спонсорами, собственно, от спонсоров и был получен основной доход. Но обычно это 20 тысяч-50 тысяч рублей за турнир. Артём по-прежнему иногда выступает как боец, но выставил довольно серьёзный ценник для своего участия – полтора миллиона рублей за бой. Оправдывает он это столь высокую стоимость тем, что подготовка к бою занимает 2-3 месяца. И за, например, 700 тысяч рублей он не согласен получать весь этот стресс. Довольно весомой частью доходов Артёма являются контракты с букмекерскими компаниями. У Артёма был контракт с 1xbet, который платили ему от 1 до 1,5 миллионов рублей в месяц. Сейчас контракт с париматчем, который приносит гораздо большую сумму. Заработок по собственным проектам изи-мани генг и бункер Каппер от 2 миллионов до 5 миллионов рублей в месяц. Про ставки стоит поговорить отдельно. Тарасов – основатель проекта тот самый Каппер. Кроме того, у него есть свой ютуб-канал и он даже профессиональный боец, об этом мы сказали выше. На нас больше всего интересует проект тот самый Каппер, благодаря которому Артём Тарасов решил заработать деньги на своих подписчиках. В видеороликах на ютубе нет ничего особенного, там разоблачаются букмекерские конторы, предлагаются советы относительно того, как делать ставки, как придумывать стратегии ставок и прочее. Разумеется, есть реклама разных стратегий от Артёма Тарасова. Тарасов не продаёт прогнозы на спорт, однако предлагает пройти платное обучение ставкам на спорт. Вконтакте можно приобрести несколько разных стратегий от Тарасова, которые должны принести их покупателям денежную прибыль. Например, здесь говорится о том, что Т-90 – это название стратегии – это готовый инструмент для заработка на угловых. Что это, как необещание гарантированной прибыли? Нет никаких предупреждений о рисках, о том, что их стратегия может привести к потере игрового банка. Стратегия Т-90 плюс бот продаётся за 10 тысяч рублей. Однако, по отзывам людей, эта стратегия не работает, как в принципе и любая другая стратегия ставок. Точнее, она, возможно, и работает, но не всегда и в любом случае не является беспроигрышной. В своём телеграм-канале Артём Тарасов регулярно говорит о невероятных выигрышах, отличных результатах его стратегии, об успехе обучения ставкам на спорт. При этом нет никаких доказательств, отсутствуют прогнозы на верификаторе, а в группе тот самый Капер ВКонтакте закрыты все комментарии, что также наталкивает на подозрения. Есть полное разоблачение всех этих мутных схем Тарасова на канале «Принц Петербургского». Возможно, Кизаро узнал обо всём этом, что, собственно, и послужило поводом для конфликта между ним и Артёмом. 31 июля российский рэпер, живущий в Испании, представил новый трек и его экранизацию. В видео «Наркос» Кизаро разъезжает по улицам Барселоны и проводит время с единомышленниками. Фанаты Кизаро долго ждали релиза трека «Наркос». Ранее рэпер показывал отрывки этой работы, но официально выпустил сингл «Только сейчас». В нём Олег в фирменной меланхоличной манере рассуждает об успехе и мотивации, не скупясь на автотюны и англицизмы. Бит – дело рук российского саунд-продюсера YG Woods. Через несколько часов после релиза сингл «Наркос» дополнился и визуалом. Кизаро представил расслабленный ролик, в котором он снялся вместе со своей командой. Олег прокатился по Барселоне на спортивном авто, пофлексил с друзьями и похвастался дорогими часами. Примечателен этот клип тем, что в комментах к нему люди много интересовались отсутствием братьев Тарасовых в кадре. Видимо, к моменту выпуска конфликт между ними и Кизаро уже был. Но что там и Луана и Варламова? Леван Горозия конфликтует с Ильей Варламовым. В сториз инстаграма музыкант рассказал, что в новом ютуб ролике блогера его перепутали с рэпером Элеем, недавно сбившим троих пешеходов. На ютубе Варламова выходит дайджест «Чё происходит», где блогер рассказывает о последних новостях. В выпуске 27 сентября прозвучал рассказ о рэпере Эль Мани Гулееве, псевдоним Элей, который сбил трёх человек. Органы выяснили, что он в это время был под веществами. В это время в ролике Варламова появилась фотография Левана Горозии. На момент этого видео там около 500 тысяч просмотров. Леван рассказал в инстаграме и твиттере, что обратился к Варламову, но извинения от него не получил. Он попросил накидать ролику страйков, так как некоторые люди посчитали виновником его и стали писать в личку с комментариями. «Извиняться не будет», — говорит, «ну бывает, ошиблись, делов-то, вот тебе и весь интернет во всей красе. А то, что тысячи людей теперь думают, что я наркоман и людей калечу, это норм. Пудрявый, карма — дело такое, нагрянет, когда не ждёшь», — пишет рэпер. Мои ребята, в общем, связались с ним. Он сначала отказывался извиняться, типа, ну, бывает такое, что мы ошиблись при монтаже. Бывает. А порочить имя человека — очень ужасное происшествие для сотни тысяч людей, которые смотрят его выпуски. И теперь считают, что человек по имени Ильман или как-то так выглядит, как я. И я калечу людей и употребляю наркотики. Я при всём при этом ещё сажусь за рулей и, собственно, веду себя отвратительно. Для чего записываю я это видео? Господа с этого канала обещали исправить это видео или удалить, но прошло много времени, а видео уже набрало больше 200 тысяч просмотров. Если можно, ребята, пособствуйте. Накидайте страйков, пожалуйста, пускай видео... Да, собственно, накидайте страйков, потому что ситуация отвратительная. Он что-то там наговорил, и те люди, которые, возможно, меня абсолютно не знают, но смотрят его канал, думают, что я нехороший человек. Пускай это видео нахрен удалится. Ситуация говно. Мне неприятно, люди пишут уже мне и в личку, и в комментариях обвиняют. Вот так как-то. Ну и, собственно, спасибо вам. Ситуация неприятная, но поправимая. Прилетел апдейт, извинились за него. Он сам в кусты. Видимо, в команде нашлись люди, способные признавать ошибки, добавил он через некоторое время. Сейчас ролик Варламова исправлен, фотографий Ливана там нет. Сильно за это извиняемся, не заметили ошибку на монтаже. Сейчас этот фрагмент вырезан. Всем спасибо, кто обратил внимание на косяк, сообщается в комментарии на ютубе. А на сегодня у нас все. Что вы думаете по поводу этих конфликтов? Пишите свое мнение в комменты, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!